Легендарный театр «Ла Скала» в Астане. Прославленная актёрская труппа представляет балетный спектакль «Дон Кихот» Людвига Минкуса в редакции Рудольфа Нуреева. Испанский мечтатель Дон Кихот, чья жизнь протекает в иллюзорном мире, наполненным фантазиями, волею судьбы сталкивается с реальностью. Увы, действительность слишком жестока, она безжалостно рушит воздушные замки и сбрасывает героя с небес на землю. Балет рассказывает о приключениях Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Панса. Однако в данном прочтении это является скорее конвой любовной истории. Здесь юная Китри и парикмахер Базиль, несмотря на все преграды, полны решимости осуществить свои мечты. И это им удается. Дон Кихот будет сражаться с ветряными мельницами и танцевать с дульсинеей в заколдованном саду. Правда, только во сне. Балет сочетает в себе сцены из классических комедий с колоритными испанскими фольклорными мелодиями, цыганскими танцами и дивным миром королевства Дриады, что, безусловно, наполняет его легкостью и своеобразной беспечностью. Полный великодушия, характер Дон Кихота требует отточенной танцевальной техники, особенно в заключительных гран-падеде, которые украшают торжество любви. Красочные декорации для картин в народном испанском стиле были созданы Рафаэлем Дель Савио. Костюмы для спектакля выполнены Анной Ани. Отметим, что звезды итальянского балета будут танцевать под аккомпанемент симфонического оркестра «Астана-опера». Казахский государственный академический музыкально-драматический театр имени Куанышбаева представляет вам комедию «Байджиева» «Тель-Табасхандар». Спектакль поставлен талантливым режиссером Ержаном Каулановым. В пьесе ярко и красочно представлена жизнь обычной казахской семьи, живущей в городе. Но дело в том, что дочь не знает ни одного слова на казахском. Однажды родители решают уехать отдохнуть и задаются вопросом, кто же будет присматривать за девочкой. И тут, к счастью, приезжает сестра Саула. Казалось бы, проблема решена, но не тут-то было. Потому что оказалось, что одна не говорит на казахском языке, а вторая на русском. Тогда супруги решают нанять переводчицу. И вот тут начинаются настоящие курьезы. Но за смешным скрыто нечто большее. Постановка «Тель-Табсхандар» затрагивает не только языковую проблему, но и проблему отчуждения казахов от своей золотой клыбели – жизни аула. 1 июля на сцене Государственного академического русского драматического театра имени Горького состоится открытие международного театрального фестиваля «Сахнадан Салем». В рамках театрального праздника зрителям будет представлена долгожданная премьера – спектакль по произведению израильского драматурга Леона Анулянского «Гнездо воробьяк» в постановке талантливого режиссера Бекпулата Парманова. Пьеса в очередной раз доказывает, что в этом мире всегда есть место чистым и светлым чувствам, хранителями которых становятся верные и порядочные люди. Приходите на премьеру и оцените по достоинству новый спектакль. В Карагандинском областном историко-краевическом музее проходит выставка «Астана Верлектан-Ордаса». Наблюдение за тем, как ежегодно расцветает наша столица, появляются новые здания и сооружения, заставляет нас еще больше гордиться своей родиной. И то, что казахстанцы все вместе отмечают День Астаны, свидетельствует о большой любви народа к своей прекрасной столице. Экспозиция, посвященная предстоящему празднику Дню Астаны, непременно заинтересует всех посетителей. Выставка женских украшений из различных поделочных камней литовского ювелира Рамуны Бернатена и казахстанского ювелира Сержана Баширова проходит в Музее современного искусства. Мы с детства выросли в очень хорошей семье. И у нас, например, всегда были сырмаки, текеме, талаша, потому что у нас обе бабушки были мастерицами, и они сами это делали. И мы бережно это все хранили. И моя мама тоже мастерица, она тоже все это знает, и она тоже много рассказывала нам. И мы с детства выросли вот именно на казахском орнаменте и на правильном сочетании цветов, безо всякой из-за студии. Вот сейчас из-за студии обучают детей, а мы выросли в своей семье, уже зная это. И у него, Сержана, значит, представлены вот эти работы в рамках, потом ювелирные изделия и скульптура малых форм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова